Инвестиционные программы трех крупнейших коммунальных предприятий региона обсудили на Межотраслевом Совете Потребителей. Как отметил глава КОМИ, все они направлены на обеспечение надежности и качества теплоснабжения, улучшение питьевой воды, очистки сточных вод. Позиция правительства республики не допускать при реализации этих программ перекладывания финансовой нагрузки на потребителей. А потому регион поддерживает только те мероприятия, которые учитывают интересы граждан и не влекут за собой рост тарифов. Всего их в КОМИ за два года должно быть реализовано свыше 150 в теплоснабжении и более 200 в водоснабжении и водоотведении. Первым о проделанной работе отчитался директор филиала КОМИ по ОТПлюс Сергей Добров. В этом году утверждена в тепле программа на 195 миллионов рублей. По городам тоже видно 120 миллионов. Это опять город Сыктывкар, Сосногорск, небольшой Ухта 32 миллиона и Инта 35 миллионов. Также есть у нас большой проект, который на сегодняшний день примет при поддержке республики КОМИ. Это строительство новой водогрейной котельной в городе Инта. Общая стоимость проекта без малого там полтора миллиарда рублей. И на сегодняшний день уже прошли ИТЦА. Я, в общем-то, и одобрена штабом фонда ЖКХ о привлечении денег Российской Федерации в размере 556 миллионов рублей. Первый транш в размере 167 миллионов рублей уже на счете имеется. Тем временем Эжвинское муниципальное предприятие ЖКХОС реализует две инвест-программы в сфере водоснабжения и водоотведения. По-первых, идет реконструкция участков водопроводных сетей и строительство водоочистных сооружений в Эжве. Фактически в 2021 году было выполнено 720 метров. На 2022 год запланировано выполнить прокладку трубопровода, продолжить данное мероприятие, но уже на другом участке. Общей сложностью 960 метров. На сегодняшний день материал закуплен. Провелись подготовительные работы. Идет пайка труб. Оформлены земляные работы. В ближайшее время работы начнутся. Опасений по этому участку нет. Работа будет выполнена в полном объеме. Что же до строительства водоочистных сооружений в Эжвинском районе, то в 2021 году был разработан проект. Сейчас он на экспертизе. Заключение должно быть 14 августа, после чего приступят к реализации проекта. Поручение главы КОМИ по проведению дноуглубительных работ выполнено. Также по вашему поручению, улучшение качества воды в Эжвинском районе было дополнено данное мероприятие проведение дноуглубительных работ. Правительство пошло навстречу, включило данное мероприятие в инвес-программу. В этом году данные работы в июне месяце были выполнены в полном объеме. Сейчас идет приемка. Напомним, из-за обмеления реки Эжвинский район столицы мог остаться без воды. В следующем году компания намерена продолжить углубление дна Вычигды и очистку русла. А услуги по холодному водоснабжению пригородных поселков Сыктывкара оказывает муниципальное предприятие жилком услуги. В прошлом году организация провела реконструкцию сетей, заменила ветхие трубопроводы на отдельных участках, разработала проектно-сметную документацию для сетей водоотведения и реконструкции канализационного выпуска. В этом году работы будут продолжены. За два года на эти цели потратят 156 миллионов рублей.